Актуальное интервью О промышленном экспорте Ставропольского края и о развитии экспортно-ориентированных производств мы сегодня поговорим с заместителем министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрием Макаркиным. Дмитрий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте, Роман! Рад вас видеть очередной раз в нашем эфире. Дмитрий Владимирович, вот как я уже сказал, что Ставропольский край считается аграрным регионом. Роман, известно, что активно экспортируемую сельхозпродукцию, зерно, овощи, фрукты. Что насчет у нас промышленного сектора? Какую долю он занимает? Роман, ну, смотрите, я не согласен, что Ставропольский край – аграрный регион. Все-таки, учитывая долю поступления налогов, долю промышленных видов деятельности в общем объеме ВРП Ставропольского края, учитывая долю в общем объеме производства, ну, Ставропольский край – все-таки промышленный, аграрный регион. Вот, и также мы можем рассматривать и экспорт, и из суммарного экспорта Ставропольского края – миллиард пятьдесят миллионов долларов за 2020 год, да, пятьдесят шесть, практически пятьдесят семь процентов, или пятьсот девяносто шесть миллионов долларов США – это приходится именно на промышленные товары. – Ну, привычный нам всем все-таки, да, что аграрный регион, но на самом деле основная львиная доля – это промышленное производство. – Да. – Вот какую промышленную продукцию сегодня экспортирует промышленное предприятие? – Вот если мы уже коснемся. – Те, кто следит за жизнью края, за экономикой края, да, они знают, что в Ставропольском крае, масштабный химический комплекс. И, соответственно, большую долю в экспорте товаров занимает химическая промышленность. То есть, вот из тех пятьсот девяносто шести миллионов долларов промышленной продукции, вот, пятьсот двадцать два миллиона долларов, которые мы получили от экспорта – это от экспорта химической продукции. То есть, это практически химическая продукция – это больше сорока девяти процентов общего экспорта Ставропольского края. Ставропольский край – один из лидеров по производству удобрений в Российской Федерации. И, соответственно, практически тридцать два процента из общего объема экспорта Ставропольского края – это минеральные удобрения. Это более 330 миллионов долларов экспорта за 2020 год. Вот, кроме того, кроме того, другие товары поставляются на экспорт, да. Это органические и химические соединения – практически 80 миллионов долларов. Эфирные масла – 50 с лишним миллионов долларов, там, 52 миллиона долларов. Вот, пластмассы и изделия из пластмассы – да, это 45 миллионов долларов. Кроме того, мы экспортируем фармацевтическую продукцию, поверхностно-активные вещества, там, экстракты, дубильные, красивые, ну и прочая химическая продукция. То есть, ну, это основное направление, чем мы… Ну, это большая доля в нашем экспорте. У нас есть экспорты высокотехнологичных товаров, но вот, все-таки, химия у нас в экспорте преобладает. Ну, если посмотреть на географию, в каких континентах и странах известна наша продукция? Какие поставляется? Роман, ну, наши экспортеры в 2020 году отдали предпочтение дальнему зарубежью. Практически 70% из того, что поставлено на экспорт, было поставлено в страны дальнего зарубежья, и там, порядка 33% – это в страны СНГ. Ну, и среди крупных потребителей наших товаров – это США, Бразилия, Китай, основные страны такие. Ну, а можно ли сказать, что практически каждое предприятие у нас считается экспортером? Ну, если мы возьмем, наверное, крупные? Нет, с этим сложно, все-таки промышленных предприятий у нас много, да. Вот, всего у нас в крае экспортеров порядка 400, вот, и менее четверти из этих экспортеров – это промышленные предприятия. Вот, ну, обеспечивают вот такую большую долю экспорта, о которой я говорил лучше. Ну, если смотреть на общий объем, вот, среднестатистического предприятия, какой продукции выпускается больше, которая идет на внутренний рынок все-таки или на экспорт? Если среднестатистически брать предприятия, то, конечно, все-таки это внутренний рынок, да, потребности края, потребности экономики Российской Федерации и других регионов. Но есть отдельные предприятия, у которых основная продукция отправляется за пределы Российской Федерации, то есть, там, допустим, если мы будем говорить о нашем производителе Сафиров, которого все знают, да, там 99,9% продукции уходит на экспорт. Ну, вот, если за последние пять лет мы посмотрим, экспорт снизился у нас или вырос по ставке? И в 2020 году, да, экспорт Сафиров, он, по сравнению с 2019 годом, снизился на 10,5%, вот, и составил 1,622,000,000,000 долларов. Вот, но в этом году мы также мониторим ситуацию по экспорту продукции из Ставропольского края, она выравнивается, она уже идет лучше, чем в 2020 году. И я надеюсь, что по итогам 2021 года мы все-таки выйдем и достаточно близко подойдем к уровню 2019 и предыдущих годов. Ну, в любом случае, если в течение вот пяти лет, то постоянно наблюдается постоянный рост, я думаю. Если сравнивать экспорт продукции в натуральном выражении, то у нас идет ежегодный рост. Что я имею в виду в натуральном выражении? То есть тонны, килограммы, штуки, литры. Если группы товаров сравнивать, мы каждый год прирастаем там. Когда-то на пять процентов натурального выражения. Но бывает в связи с изменением курса рубля, да, наша продукция становится более конкурентоспособной, да, когда мы пересчитываем стоимость произведенной продукции в России на иностранную валюту, да, из-за того, что курсы высоки, она у нас в валюте стоит меньше. То есть мы отправляем там в два раза больше, а валюты в долларах получаем столько же. Но зато мы становимся более конкурентоспособными на рынке. То есть нашей продукции берут больше. То есть у нас обеспечивается занятость большего количества людей. У нас повышаются налоги, потому что у нас-то вся экономика работает в рублях. Все расчеты за энергоносители, зарплаты, налоги. Все ведется в рублях, и, соответственно, наша продукция становится более дешевой на мировом рынке и более конкурентоспособной. Мы увеличиваем объем ее производства. Поэтому в длительной такой перспективе сложнее оценивать. Если брать абсолютные цифры, какой-то год может оказаться и ниже, да, в долларовом исчислении, нежели предыдущий год. Но в натуральном выражении может быть поставлено продукцией больше. Дмитрий Владимирович, вот мы выкоснулись как раз пандемии, что действительно было тяжелое время. Вот как вот это время сказалось на предприятиях-экспортерах? Как сказалось на их работе? Мы предпринимали все усилия, чтобы экономика края не остановилась, чтобы наши крупные производства продолжали работать с соблюдением всех норм санитарно-гигиенических, устанавливаемых различными контролирующими инстанциями. Но чтобы люди сохраняли работу, чтобы люди сохраняли заработную плату. Ну и те предприятия, которые задействованы в производстве средств индивидуальной защиты либо каких-то дезинфицирующих средств, у них, конечно, был пик производства. Они увеличили объемы своей продукции. У нас в Ставрополе есть предприятие, которое выпускает дезинфицирующие растворы. Аэрозоли. Обеззараживаем различные помещения. Если до пандемии они работали в одну смену, то в период пандемии они перешли на шестидневную рабочую неделю, соответственно, и на трехсменный график работы. То есть тоже воскресенье было необходимо только для того, чтобы... И воскресенье часть персонала выходила для того, чтобы переналадить на выпуск другого типа продукции. То есть какие-то наладочные инженерные работы производились в воскресенье. А так работали практически 24 на 7. Тот же наш небезызвестный производитель аэрозольной продукции, да, он наладил выпуск дезинфицирующих средств в аэрозольных баллонах. Также в начальный период пандемии это составляло львиную долю его продукции. И этой продукции после обеспечения внутренних потребностей Ставропольского края, Российской Федерации, да, то есть там спустя какое-то время там мы уже могли, если бы поначалу был ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства, то тут через какой-то месяц-полтора это появилось на полках аптек, магазинов «Свободно», как у нас в крае, так и в стране. И далее предприятие начало усиленно поставлять это на экспорт. А остальные предприятия, насколько им было тяжело, или все-таки сохранили определенный ритм, как бы, средний? Роман, ну мы постарались, чтобы все системы, образующие предприятия, вот, проработали с минимальными издержками для них, то есть, чтобы, если были какие-то где-то остановления, были минимальными. Вот, и с соблюдением всех норм, потому что мы отдельную статистику ввели, вот, заболеваемость в процентном отношении, количество работников на тысячу человек, занятых в промышленном комплексе, она была ниже, чем средняя заболеваемость по краю на тысячу человек населения в крае. То есть, предприятия понимали, крупные предприятия, да, там, потратили на обеспечение вот этих санитарных норм до нескольких сот миллионов рублей за 20-й год. То есть, были образованы контрольно-пропускные пункты, где измерялись температуры на входе, на выходе. Вот, был усилен контроль за перемещением работников между предприятием и работой, то есть, предприятия организовывали транспорт именно для доставки своих работников, чтобы меньше в общественном транспорте люди ездили. Поэтому постарались пройти с минимальными издержками в 20-й год. Чтобы совсем не приостанавливать производство и работать в том режиме, в котором был. Максимально к этому режиму приблизиться и индекс промышленного производства, да, это величина, которая показывает, насколько продукции в натуральном выражении выпущено больше к уровню прошлого года. То есть, мы не деньги меряем, потому что, может быть, какая-то инфляция, да, и ты вроде выпустил вместо трех единиц товара, вместо пяти единиц товара, три в текущем году, ну и денег ты в выручке получил больше, да, из-за того, что инфляция стала просто дороже, единица продукции сама по себе. Так вот, у нас индекс промышленного производства по итогам 20-го года, он превысил 100% обрабатывающих производства. То есть, мы в натуральном продукции чуть-чуть больше выпустили, нежели в 2019 году. Дмитрий Владимирович, вот скажите, способствует ли Министерство промышленности нашего региона развитию экспорта? Если да, то как? Роман, смотрите, основные инструменты поддержки экспорта, они сосредоточены в российском экспортном центре и в экспортном центре Ставропольского края, да. У них предусмотрены различные меры, стимулирующие, в том числе и финансового характера, и, соответственно, консультационно-помощно. Но поскольку мы промышленность хорошо знаем, промышленники нас знают, вот когда у них возникает какая-то потребность консультации, как правило, приходят к нам, мы уже берем человека за руку, ведем его к профессионалам во внешнеэкономической деятельности, которые помогают им фактически от идеи. Вот люди поняли, что все, ту продукцию, которую они продают в России, эта ниша уже заполнена, да. То есть на экспорт когда выходят? Когда внутри страны уже производитель состоялся. Он занял все возможные ниши со своей продукцией, и необходимо расширять географию продаж. Вот. И практически от идеи помогают вот эти российские экспортные центры, центр экспорта Ставропольского края, начинают работать с людьми от идеи, те, кто хочет экспортировать, помогают найти. И бизнес-партнера на той стороне, помогают, если имеется потенциальный бизнес-партнер за границей, помогают его проверить. То есть с точки зрения экономической безопасности, обеспечивают, помогают застраховать сделку. То есть то, чтобы первый шаг человека в экспорт не привел к неудачам. Оказывают также юридическую поддержку, потому что экспорт это все-таки и валютные контроли, и тамуженное законодательство. То есть первые шаги проходят вместе, помогают оформить документацию. Ну, а мы, основная поддержка экспорта, она когда начинается? Когда в России уже все занято, необходимо увеличивать объемы производства, соответственно, приходят в Минтрон для организации поддержки развития, увеличения объемов производства, реализации новых проектов, связанных с увеличением объемов производства. То есть мы поддерживаем на стадии развития производства, и потом передаем уже коллегам из РЭЦ, из экспортного центра Ставропольского края, когда имеются достаточные объемы продукции для реализации зарубежного. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у правительства какая-то стратегия или план и задача, то есть по увеличению экспорта промышленного производства? Безусловно, такие планы есть, в соответствии со стратегией Ставропольского края социально-экономического развития до 1935 года, мы и в соответствии с национальным проектом промышленный экспорт. Может быть, даже хотелось бы немножко похвастаться, нам проще решать эту задачу. 99,9% экспорта Ставропольского края это не сырьевой промышленный экспорт, то есть если другим регионам необходимо наращивать долю именно продукции с глубокой долей переработки не сырье какого-то, вроде нефти, газа, еще чего-то экспортировать, то у нас вот 99% это промышленная продукция, не сырьевой, не энергетический экспорт. Нам необходимо решить только одну задачу, это увеличение объемов этого экспорта и, соответственно, первое, что это развивать сотрудничество Ставропольского края, Ставропольского бизнеса с российским экспортным центром для увеличения поставки объемов продукции за рубеж. Второе, это у нас задача стоит, это развитие базовых ключевых экспортеров, которые как источник экономической стабильности, то есть они уже большие, они уже работают, они уже поставляют на экспорт, соответственно, развивать их еще в большей мере, чтобы прирастало число рабочих мест, чтобы прирастали объемы производства, соответственно, прирастал сам объем экспорта, и оказывать им содействие, как раз создавать для них условия именно для развития производства, для подготовки кадров рабочей профессии, то есть аппаратчики каких-то производств, сборщики, монтажники, слесари, инструментальщики, инженеры. Соответственно, мы должны решить эти задачи. Ну, опять же, развитие перспективных отраслей, которые могут стать дальше в дальнейшем локомотивами экспорта Ставропольского края, занять более серьезную долю, то есть какие-то отрасли будущего, тут можно говорить о биотехнологических каких-то продуктах, углубленной переработки различных химических веществ, сывороток и прочего. Ну и, соответственно, поддержка малого бизнеса, поддержка малого бизнеса, развитие его, и также вывод его на экспорт, потому что у нас среди малого бизнеса существуют очень интересные экспортеры, про которых хотелось бы сказать отдельно. Там у нас есть организация, которая производит печи для обжарки сухих сыпучих продуктов. То есть что это, да? Ну, самое простое, понятное для нас, для России, это обжарка семечек. Ну, также можно обжаривать фисташки, да? Также можно обжаривать арайхис. Не это самое интересное. Самое интересное – это обжарка кофе. Так вот, 200 лет в мире жарили кофе в барабанах, с прямым контактом вот с этим вращающимся барабаном. Вот. У нас в Ставропольском крае запатентована новая технология. Вот. Она запатентована не только в Российской Федерации, она запатентована в том числе и за рубежом, да, имеется иностранный патент. Тинт – это обжарка вот этих сухих сыпучих продуктов в потоке горячего воздуха. То есть нет соприкосновения. Постоянно продукт перемешивается горячим воздухом, не лежит на месте, и равномерная обжарка. И вот это наше предприятие со своим оборудованием, либо потребители вот этого оборудования, они занимают одни из первых мест на мировых чемпионатах. Вот знаете, для бариста проводят чемпионаты, когда они обжаривают кофе, там, обжаривают какао. В Иране проходят интересный чемпионат, там, пожарки, фисташек. Они занимают первые места либо сами, либо вот их потребители оборудования, с их оборудованием становятся лучшими в мире. Дмитрий Владимирович, скажите, вот и напоследок хотелось бы узнать, запланировано ли на 2021 год какие-то инвестиционные проекты по увеличению экспорта ориентированных товаров? Ну, смотрите, конечно, на 2021 год запланированы проекты, в том числе и по развитию экспортного производства. Соответственно, будет развиваться наше производство искусственного сапфира, производство изделий из него. то, помимо того, что необходимо сделать сапфир, его достаточно сложно обрабатывать. Это второй по твердости материал в мире. Алмаз первый, сапфир второй по твердости. И придать изделиям необходимые свойства достаточно сложно. Появляются новые изделия, требуемые потребителями. Соответственно, их будут наращивать производство, создавать техпроцессы, запускать в селе. Второе – это выпуск электрических счетчиков. Не просто счетчиков, а умных счетчиков, которые будут быть построены в единую сеть учета электроэнергии, которые будут собирать, агрегировать данные, передавать их в центр сбора информации. То есть уменьшатся вот эти походы по уплате за электроэнергию. Ваш счетчик будет сам передавать, сколько вы киловатт электроэнергии за месяц потратили. Кроме того, будет наращиваться производство продукции в аэрозольной упаковке. Это различные парфюмерные косметические средства. Но сейчас цель роста этой продукции – это увеличение экспортных поставок, экспортных контрактов. Дмитрий Владимирович, огромное вам спасибо за интересное интервью. Ждем вас еще у нас в студии. Уже в студии бы с удовольствием с вами встретились. Дмитрий Владимирович, успехов в развитии промышленных товаров, на экспорте, и в целом развития нашего промышленного сектора. Спасибо, Роман. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Это была программа «Актуальное интервью». Напомню, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Макаркин, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Меня зовут Роман Выстараб. До новых встреч в эфире своего ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова